здравствуйте друзья у нас гость он же в известном смысле блогер есть такое да есть вот ну давайте блогер гость значит представляйтесь и а у вас есть какая шапка под рукой красивая у меня были тюбетейки дома в москве ну давайте может быть знаете что издалека давайте начнем вы откуда сами ты из москвы я понял да я из москвы лет сколько мне 30 лет как давно в америке как сюда попали в америке два с половиной года я попал по а легализовался по политическому убежищу объехали там еще как-то еще как-то нет а еще еще как-то по туристической хорошо значит вы жили в чикаго и получали свои политическое убежище в чикаго получали теперь как вы попали во флориду вдруг во флориду у меня член семьи мой дядя он выиграл грин карту и мы посидели поговорили он говорит я не хочу в чикаго я хочу во флориду и другие принципе причины еще были решили переехать в там по флоридам хорошо если мы глядим на флориду почему вы оказались не в майами не в джексон вилле не в орландо не во многих других местах вдруг вы оказались в тампе там по очень интересное место там по она немножечко подешевле чем майами но по рынку труда в принципе достаточно солидное место или менее вот поэтому так как я переезжаю во флориду и практически все начинаем с нуля во флориде я решил переехать в тампе у меня в тампе есть знакомые хорошо а дядя где а дядя тоже в тампе ну хорошо почем в тампе в нормальном месте я не буду там в топовом но так нормально в адекватном месте почем допустим домик там на 3-4 спальни вот что там стоит домик на 3-4 спальни здесь наверное будет где-то если если очень хороший район и если очень хороший домик то где-то 500 тысяч если покупать не так дешево уже 500 тысяч я думал там тысяч за 200 можно чуть нормально приобрести за тысяч за 200 тысяч можно но там может быть соседство уже не ахти хорошо значит теперь вы у нас в онлайном классе обучались сейчас еще обучаетесь вы чем-то с таким занимались вот связанным с тестированием до того как нам попали с компьютерным чем-то какой ваш бэкграунд вот вот в этом смысле вот с чем вы пришли в онлайн класс по тестированию программного обеспечения ну я раньше работал в social services и работал в медицинском кейс менеджменте уже здесь в америке и работал с очень многими приложениями которые по кейс менеджменту и там они их очень сложно навигировать образование какое образование у меня высшее психологическое не инженер там допустим как вас принесли привело по жизненному пути к тестированию как привело к тестированию ну когда я приезжал в америку меня была цель попробовать остаться в профессии я в профессии остался и потом у меня как-то кончились какие-то горизонты до роста перспективы роста они как-то кончились для более сильного роста это же это нужно либо идти доучиваться или переучиваться это очень дорого и очень сложно и когда ты переучился да чтобы взлететь наверх тебе нужно опять скатиться на несколько шагов вниз вот а мне этого абсолютно не хотелось и когда я уже работал я работал с очень многие с очень многими программами и я на самом деле там были баги и я репортил их в наш этот самый айти на техническую поддержку вот и меня это заинтересовало в принципе и тогда я начал смотреть ваш русский класс бесплатный я думаю да я посмотрю может быть меня это как-то заинтересует скажу честно с первого раза пошло трудно поскольку ну немножко так все было ну как сказать немножко все так было занудно ничего такого x i x i не было вот а потом ты знаешь я это самое начал пробовать вот те упражнения которые вы говорили мне мне стало нравится на ю тесте зарегистрировался все больше и больше начало на это еще в москве это еще в америке это уже в америке хорошо то есть вы там какую-то копеечку зарабатывали на ю тесте то есть вы не пришли в класс с опытом каким-то на ю тесте нет там особого опыта нет у меня сэндбокс был испаноязычное приложение было да в принципе и все ну хорошо значит теперь пришли в этот самый класс а вы знали кого-то кто у нас учился или только вот то что на экране видели живьем кого-то знали живьем не знал но я списывался с людьми с которыми вы брали интервью по skype и я в принципе с ними общался расспрашивал как и чего и вот принципе вот так я знал людей которые знали людей которые у вас учились в классе я понял то есть вы знали сам ван хунаус сам ван да окей хорошо сейчас вот во флориде живет сергей который у нас снимался и который в чикаго жил когда учился он тоже есть у нас на видео но не суть значит я просто ребятам которые нас смотрят я хочу сказать что у нас евгений такую активность проявил я бы сказал прыткость вот и началась группа в которой он учится началась 26 января а сегодня 15 марта то есть грубо говоря полтора месяца вот мы проучились и он уже оффер получил сегодня оффер получил да мне сегодня 8 часов утра позвонил рекрутер она у меня сразу спросила она мне сразу так спросила если допустим сегодня интервью в пятницу сможешь выйти на работу и без проблем она мне перезвонила назначила на час интервью потом через час она мне позвонила уже с оффером так интервью было до интервью было но хорошо секретная какая-то сумма или так не очень секрет еще вот так порядок может быть я думаю ребятам интересно вот в таком месте где-то можно купить дом в не самом лучшем месте там за 200000 а самым лучшим за 500 значит почем нынче на старт платят с тестировщиком на старт нынче платят 30 это потому что я запросил 30 долларов в час до не тысячи годов как некоторые могли подумать доллару в час ну что же я я могу сказать что по стоимости жизни как у нас там допустим долларов сто получать вот тут в кремниевой долине вы ориентуете что-то жилье да я ориентую жилье за 810 долларов в месяц а что это за жилье это однокомнатная квартира то есть ван бедрум ван бедрум да но приличненький приличники да с балкончиком со всеми делами с бассейне с бассейном в нормальном месте абсолютно нормальном месте ну значит в кремниевой долине в нормальном месте нормальная ван бедрум квартира будет стоить там тысячи две с половиной то есть вы так как бы в трое дешевле у вас а если еще и бассейн а бассейн здесь сюда здесь самая последняя там помойкой там будет бассейн да так что это как раз не удивить я как-то был в аризоне помню там что-то никто ли из-за воды то ли еще из-за чего но вдруг в общем опустошили все бассейн приходишь куда-то яма бетонная не значит это было раньше бассейна теперь нельзя вот я наблюдал такую полосу не знаю чем закончилось все это вот а у нас куда не придешь всюду там вот мексиканцы бегают у бассейна менеджеры гоняют новых русских эмигрантов которые девки приходят в стрингах они же на пляж пришли и говорят девочки гид приоденьтесь тут дети ходят в стрингах не положено смущать мексиканцев вот значит ну хорошо давайте вы может быть знаете что мне интересно ваша перспектива вот человека который не доучился фактически в середине курса только и и вот пошел искать работу и вот этот процесс и пишите вот сколько времени прошло от момента как вы первый раз резюме повесили мне такое ощущение что недели две всего было меньше меньше двух недель ну хорошо вот эти две недели что происходило я вывесил резюме на следующее же утро где-то с часов девяти у меня начал разрываться телефон это было вторник ровно две недели назад вот сегодня вторник ровно две недели назад это было я вспоминаю вы в понедельник повесили резюме во время урока вы его тут же откорректировали я его одобрил и уже со вторника понеслось ровно две недели назад хорошо значит вы повесили резюме там на дайси да где да на дайси на карьеру билдер на монстр вот в принципе вот на этих веб-сайтах и мне начали звонить рекрутеры у меня 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 сразу записали на интервью на пятницу уже во вторник было назначено интервью в пятницу да я его прошел всем все очень понравилось но я до сих пор что ответа но они мне сказали мы уже девять месяцев вот так ищем принципе нам нужно срочно но мы девять месяцев ищем потренировались можно сказать ну в принципе там не эта компания на самом-то неделе тоже понравилось но платили но предлагали значительно меньше сколько предлагали 45 год ну 45 в год это эквивалент может быть там 27 долларов в час это не намного меньше там чуть-чуть меньше там все-таки бенефиты там оплаченный отпуск все дела то есть это не нет не драматично меньше так ну да но там junior позиция была он принципе и они еще так сказали зависит от интервью до либо же там 40 либо же 45 как как ты нам понравишься вы пендривались короче так значит это в пятницу дальше что вот у вас не было не было у вас ощущение что вы никому я не нужен или что мало работы или что вот было ощущение каких-то проблем нет ощущения проблем в степени куэй степени в сфере куэй не было было ощущение хаоса то что как бы всем нужным всем нужны люди позиции открываются закрываются вот как это самое просто на на ровном месте как грибы в дождливый день и у меня было ощущение то что вот кто вот кто успел тот и съел кто успел тот и как бы получил позицию да и иногда были проблемы с рекрутерами иногда сталкиваешься то что рекрутеры просто неадекватные вот и как бы ну а вот приведу один пример допустим рекрутер у меня спрашивает вы писали т-скрипты я говорю что вы имеете ввиду под под т-скриптами это типа как тест кейсы или это население уме а окей хорошо и он дальше меня не слушает просто не понимает о чем речь он он видит слова какие-то понимаете вот если чеку на бумажке написать а дальше он не знает поэтому когда вы начинаете развивать тему он будет ну хорошо пошел не может идти в развитии подписал скрипты ну чтобы это он же не знает что что-то что другие люди имеют в виду вот и конечно среди рекрутеров людей которые понимают что делают мало и в основном они сосредоточены на том сегменте где люди много зарабатывают там где деньги есть на 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 стрясти ваших долларов сейчас там они ничего не зарабатывать если вы получали там 75 в час или может быть там 150 тысяч там постоянкой мы сразу бах 20 процентов со 150 тысяч тридцатник нужно уже уже другой интерес совсем вот это поэтому вами занимается такой народ не сильно грамотный были звонки с охайо при том рекрутер с охайо мне звонила где-то раза три и говорят но может быть вы хотя бы на собеседование сходите мы вам все оплатим мы вам релокейшн оплатим шестьдесят пять тысяч в год со всеми бедефитами со всеми делами типа станут векейшн ван месяц оплачиваемый может быть может быть вы поедете гурней я не поеду холодно друзья если кто-то готов жить в охая то значит имейте ввиду что там просто рвут на части судя по вашему рассказу ну вот там одна позиция была такая есть до сих пор есть у меня завтра должно быть skype интервью я уж согласился но уже чего уже работы есть ну тренируйтесь она как бы не не помешает так две недели вообще нас на нас качество довольно быстро вот там есть женщина из предыдущей группы сегодня мне написала что наконец-то и дали оффер она безумно переживала она значит нашла работу за полтора месяца но она закончила класс в отличие от вас этого в середине пошли она закончила и она ужасно нервничала всеми вот где же это где же то то есть у нее были такие ожидания что вот сейчас на нее должны налететь коршуны и порвать вообще-то а коршуну так как-то они не спеша там в общем вот прошло полтора месяца и наконец она получила свой оффер и значит а я и тогда две недели назад сказал да отпусти ты это все отпусти потому что столько туда драйва даешь что нет не ты не позволяешь вещам случиться своими этими ожиданиями у меня как случилось я сначала переехал как раз я устроился к вам в онлайновый класс я переехал в январе как раз когда класс начался я думаю ну пока у меня как бы я школу не закончил я найду работу что-нибудь в своей области вот что-то в своей области нашел но как бы должен был стартовать с апреля то есть это у меня plan b был вот и qa я искал активно но как не заморачиваясь вот типа да да нет нет позвонили позвонили не позвонили позвонят другие ну то есть надо позволять вещам случиться а то вот так зажмешься и и у них пространство нет никакого да у меня кстати вот сегодня утром такая же ситуация была мне мой рекрутер позвонил она говорит я вам сейчас пришлю всю информацию о позиции вот и вам я вам потом позвоню приглашу на интервью и вот я пока я сидел с телефоном вот так вот и ждал она не звонила я думаю ночью сижу с телефоном пойду позавтраку пойду душ примутами не знаю youtube посмотрю и как только начал youtube смотреть завтракать мыться бриться она мне позвонила пригласил на интервью у меня жена уходила куда-нибудь магазин когда работу искала вот она не могу сидеть дома они там ждешь этого звонка как сумасшедших приходила из магазин там два сообщения на автоответчики все отзвонил все дела нормально ну хорошо значит с точки зрения все-таки киеве давайте мы так вот вам какие-то вопросы же задавали профессиональные там расскажи о проекте там расскажи как ты попал киеве там расскажи может быть по видам тестирования техническое может быть спрашивали вы мы это все покрыли в классе или или что произошло да вы это все покрыли в классе и в принципе у меня не было проблем с ответами на эти вопросы притом я не просто отвечал формулировку я говорю а у нас компании вот так вот делали а у нас компании вот так вот делали а еще это можно делать вот так вот ему это очень понравилось ну правильно люди которые готовы там пару шажочков сделать дополнительно это конечно всегда очень ценно конечно конечно это любят люди давайте вот что еще может быть вы мне скажите вот этот ваш блог там юэс не юс и как называется джа шинами ракнинс вы про выборы там рассказываете не рассказываю я про я от выборов хочу держаться от политика как можно дальше а я вынужден рассказывать потому что ну цирк такая веселуха и и народ спрашивает я вот сегодня не далее как значит там рассказывал вот должны же выборы там еще нет результатов скоро скоро будут такого еще не было это просто невозможно удержаться а сколько у вас подписчиков у меня подписчиков где-то сейчас я посмотрю я вот не помню даже по-моему тысячи тысячи две подписчиков было где-то так но вопросы задают вопросы задают вопросы задают ну да у меня 1951 подписчик за какой период времени вы их накопили где-то года за два так вот а как часто вы делаете видео да я не это делаю я раньше делал часто я рассказывал в основном как бы про проблему политического убежища а потом как-то темы кончились и ничего нового рассказывать как бы не осталось а вот просто ходить снимать туда-сюда не было времени со временем очень тоже было туго ну а так я и я иногда сейчас выкладываю видео если что у меня такое вот новое появляется я выкладываю про тестирование можете теперь рассказывать тестирование могу рассказывать абсолютно про работу я своим подписчикам обещал рассказать про работу в аховиде я могу рассказать про социальную сферу и про сферу тестирования социальная сфера все-таки требует хорошего владения английским это не не то же самое что там трак водить найти или там в ресторане что такое там сзади на кухне все-таки это это мало кому доступно я думаю но тогда это английский должен быть очень хорошим ну что же хорошо ладно так вы когда заступаете на вахту трудовую они мне вообще позвонили рекрутер позвонили позвонила на город они вообще тебя хотят завтра видеть на работе но можно заступить послезавтра ну так и чего вы решили я решил то что завтра я спокойно заполню все документы а послезавтра заступлю на работу это будет четверг четверг хорошо заступать уже в пятницу никто не работает начну в смысле так расслаблено нормально в четверг будете вникать пятницу привыкать за выходные догоните там чего не хватает нормально очень хорошо ну что же давайте тогда так но вы доучиваться будете ли вы как ну конечно буду у вас такие интересные проекты вы такие вещи говорите нужные и как бы каждый раз что-то новое извлекая из обязательно да даже меня только в онлайновом классе что смущает там очень мало народу делает домашние задания но смысле делают но ну просто хотелось бы видеть что больше народу вовлечено вот примерно половина делает а половина не делает и я думаю как же они дальше будут домашние задания очень важно потому что если бы я не делал домашние задания не сделал бы проектов уме я бы не смог рассказать вот так живой так в красках о тех проектах делаем потому что пока ты это руками не попробуешь пока ты на эти вопросы сам не поотвечаешь у тебя в голове ничего не остается это очень важно даже мало мало руками поделать надо еще практиковаться в рассказе если ли которые руками делали а рассказать не могут а если если который вообще не делал так кино посмотрел там и пошел рассказывать и там не остановить и это лучше то с точки зрения получения оффера жил лучше не делать но поговорить чем например делать и помолчать ну это да ну что же евгений давайте мы вас это самое как сказать поздравим напутствие дадим значит граждане если кто хороший человек значит должен поставить лайк кто на это место досмотрел чтобы все уже не хорошо сложилось и вы мне тогда сбросите в скайпе еще раз ссылочку на ваш канал потому что вы у нас были я думаю там и ссылочка была но просто уже время идет и народ обновляется в общем да хорошо давайте значит успехов и не сходите с наших радаров приходите еще там рассказывайте как 50 долларов дадут как там менеджером будете там может тут я недавно пошел знаете на днях там в классе в классе кто-то из ребят и говорит вчера буквально это было посмотрите там что-то как резюме там как профайл и и в аризону меня послали я в аризону набираю смотрю а там наш студент ищет работу а у него текущая позиция к ее директор ты пошел всего там может пару лет как работает кей директор вот так что в общем есть есть на кого равняться так бы я сказал хорошо окей все тогда счастливо